Создание Поколения. Все начинай. Итак, Поколение. Это проект направлен на создание особого объединения, которое будет включать в себя военно-патриотическое воспитание молодежи, организацию учебной, добровольной и пожарной команды, сокращенного куты ПК, создание команды по пожарному и кладному спорту, организацию занятий по пожарной безопасности и дополнительной военно-подготовке. Все начинай. Цели нашего проекта. Первое. Военно-патриотическое воспитание студентов и школьников. Принучение выпускников школы к вступлению по готовым университетам. Мы будем проводить у себя в УЗИ лекции, собрания, форумы с ветеранами чеченских конфликтов в Афганистане и Великой Восстанской войне. К примеру, 10 ноября день полиции, когда сотрудники полиции будут приглашены в университет. В дальнейшем такие встречи будут проводиться и со школьниками. Второе. Повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, военной кафедры и УВЦ. Путем этих встреч мы сможем добиться повышения патриотизма, повысив интерес к военной службе, особенно к военной кафедре и УВЦ в нашем университете. Третье. Вод пожарно-прикладного спорта. Пожарно-прикладного спорта в наше время все больше популярен среди молодежи. Данный вид спорта не только зрелищем и развивает в спортсменах все необходимые качества истинного патриота, такие как силу духа, волю к победе, выносливость и лидерство. Четвертое. Получение членами организации удостоверения добровольной пожарной. Каждый член организации сможет в индивидуальном порядке и получить удостоверение добровольного пожарного. Коротко по пунктам также хочется рассказать о задачах нашего проекта. Одна из первых задач, конечно же, это профилактика пожаров на территории университета. То есть это слежение за соблюдением техники безопасности, в том числе за расположением и выполнением удушителей, расположением различных предметов, которые часто бывают стоят по пути пожаров, пути отхода. Собственно, далее это начальная, расширенная, дополнительная подготовка школьников и студентов. Школьников, конечно же, потом, изначально только студентов. Там подразумеваются лекции, также по начальной подготовке, какие-то военные поливы сборы, учения, выезды и т.д. Содействие в Министерстве обороны и участия в различных мероприятиях. Образно говоря, участие в различных памятных акциях, конференциях, форумах и т.д., которые проводятся, естественно, в данном министерстве. А также в планах создания по счету правового конститурия университета при проведении каких-то важных глобальных мероприятий. Выглядит это довольно-таки красиво, но то же самое время и божественно, и какая-то данная лица. Далее, получение членами организации с достоверненной правой программы. Там существует определенная экзаменовка и по окончании программы определенного обучения каждого желающего сотрудника, простите, каждый желающий член нашей организации сможет получить достовернение правой программы. Также организация практических занятий в действующей войске и пожарной части, то же проведение различных экскурсий, выездов в реальные действующие боевые части, к людям, которые действительно работают, можно строить число, пожалуйста. Здесь приведена, например, одна из таких экскурсий, собственно, одежда боевой робы, пользованная ее тушителем, различные средства пожаротушения, общая подготовка, общая пускал-пжарная подготовка и так, наверное, достаточно хорошо. Далее, задача. Привлечение служащих Вооруженных сил Российской Федерации к проведению лекций по начатам военных годов и расширению полноценной подготовки. Также договоренности с умственными, правородческими частями и собственностьми другими организациями на размещение членов в организации при проведении выездов за стенами нашего университета. Также привлечение капитальных сотрудников МЧС для проведения лекций различных занятий, участие в военно-прократических сборах и сотрудничеств с армией организацией и производительными задаваниями санкций по городу, т.е. Маккенарное, КСАМ, и прочее общество и коммерческие действия الإlvester. Наши планированные результаты проекта это получение начального военного образования членами организации Нужно противопожарного режима на территории университета, то есть мы, еще раз повторюсь, будем контролировать то, чтобы в нашем университете пожарная обстановка и средства безопасности были в порядке установлены. Укрепление физической закалки и физической выносливости участников нашей организации и также регулярное проведение боевых сборов при совместности с МЧС и с Министерством Вороны выезжать в части и там наши сборки. Спасибо за внимание.